Республиканский проект Ямане, Яшишкин, Ямалевич уже в третий раз собирает лучшие произведения белорусов для экспозиции в Минске. В прошлом году, например, на предложение откликнулось около 400 авторов. Увидеть их картинам в Национальный центр современных искусств пришло 3000 человек. Поэтому в этом году организаторы решили охватить два областных города – Гродно и Гомель. Так жители регионов могут увидеть творчество местных мастеров, а художники – передать работы без поездки в столицу. Это выставка без ограничений по уровню образования, возрасту или иным критериям. Не приняли участие более 130 художников, любителей и профессионалов. Самому юному автору 4 года, самому опытному 87. После знакомства со всеми работами обязательно проголосуйте за понравившуюся. Для этого нужно взять такой вот символичный черный квадрат, написать на нем номер картины и бросить в урну. Победителя выберут 28 марта. Он получит приз от организаторов, а также возможность бесплатно поучаствовать во Всебелорусской выставке в Минске. В колледже искусств имени Нестора Соколовского прошел фестиваль «Вся жизнь для музыки», посвященный 180-летию со дня рождения композитора Модеста Мусоргского. В нем приняли участие инструментальные и вокальные ансамбли, а также солисты музыкальных колледжей и детских школ искусств области. Они исполняли произведения классика, а также других композиторов музыкального содружества «Могучая кучка». Представительство Российского центра науки и культуры в Гомеле пригласило на фестиваль российского музыканта Дмитрия Людкова, который провел мастер-класс для учащихся колледжа. Лучшие исполнители и творческие коллективы учреждений профессионально-технического и среднеспециального образования выступили на галоконцерте областного этапа фестиваля «Арт-вокации» в Гомеле. В этом году его посвятили 75-й годовщине освобождения Беларуси и году Малой Родины. В предварительных отборочных турах приняли участие около 5000 учащихся. Тысяча из них получила шанс выступить перед республиканской комиссией на трех площадках – танцевальной, инструментальной и концертной. Лучших наградили дипломами и призами в специальных номинациях – от общественных объединений, профессиональных союзов и предприятий. Финал «Арт-вокации» состоится в мае. Кстати, в последних двух фестивалях Гомельская область становилась обладателем Гран-при. Далее расскажем о событиях следующей недели. На сцене Дворца культуры железнодорожников пройдет музыкальный батл. За зрительскую любовь в нем будут сражаться два музыканта – исполнитель аргентинского танго Андрей Глазенков и исполнитель фламенко – гитарист Андрей Войцеховский. Зрители смогут оценить игру на редком музыкальном инструменте – банденеоне, а также услышать музыку из таких кинофильмов, как «Такси», «Криминальное чтиво», «Отчаянный» и «Аромат женщины». 28 марта в кинотеатрах региона стартуют две премьерные ленты. Новый фильм от режиссера Тима Бертона расскажет историю слоненка Дамба. Цирковой импресари он означает бывшую звезду цирка и его детей опекунами новорожденного слоненка, чьи невероятно большие уши становятся предметом постоянных шуток. Узнав, что Дамба умеет летать, владелец цирка решает нажиться на нем. Картина является ремейком полнометражной анимационной ленты 41-го года. Главные роли исполняют Ева Грин, Колин Фаррел и Дэнни Девита. Российский фильм «Пилигрим» выступает в жанре остросюжетного триллера. В жизни мира все замечательно – она владелица модной галереи и счастливая жена. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит ее имя и очень личную информацию. Благополучная жизнь мира разрушается, ведь неизвестный провел несколько лет на Ближнем Востоке и за ним идет охота. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».